а теперь возвращаемся обратно там где проблемы 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 так я убрал фамилию свежее письмо фамилию убрал и адрес убрал потому что не согласовывал а текст он как бы нейтральным обычно меня зовут елена я начинаю с садовод огородник два года назад приобрели участок подмосковье наследство достали старые обвинители всем хелешаник это по всем подмосковье вот этом всем хелешаник до вас уже калечили все это думаю пора обновить сад внимание весной приобрела саженцы плоды питомники мы все сделали как казалось нет это мы все но все сделала как оказалось не так как вы советуете ни один саженец не принялся то есть это все было до меня решила вырастить с нуля смотрю канал на ю тубе сайт вышите каталог костик семян я уже показал выше видели да что все надо начинать это почему дело в том что у сергея сейчас уже это последний практически нормальный плодопитомник где 100 может быть 95 дойдет до положения а такого больше нет нигде вообще россия есть еще пара наших друзей волшебников тоторов филиппев но они не рассылают по стране и так получается что у вас выбора нет или начинаете как вы сами суля что такое ни один саженец и принцем сейчас объясню дело в том что вот эти саженцы которые вы получили они должны были бы вами посмотрели на корни посмотрели что нужно давно сок дохнул из этого обрезаны в одном случае на 50 процентов но это вряд ли раз вы не обрезали вообще а я знаешь его не обрезали а он у вас даже не принялся ни один ни один но если отрезать пополам половину все равно наверное не принялись бы или подохли снова умерли и все-таки умерли а где-то может быть когда они из плодопитомника видно полудохлое я говорю надо умудриться отрезать столько чтобы вот эти жалкие корешки оставшиеся полусухие полумертвые потом покажу ниже чтобы они все-таки хоть что-то выкрыли например две-три-пять почек остальные метров вот этого но этого никто никогда не делал смотрите есть такой Александр Возинский он комментировал один из моих фильмов так вот хотя он в общем то видимо характер у него мягко говоря ну как непростой да вот может быть он сто раз обижены всеми так тоже бывает вот он уже никому не верит на ли мне не верит и вот он это не первое но и не последний наверное его мой адрес а почему я решил с ним поговорить вот здесь вот потому что это все касается смотрите о них я видимо в очередной раз ругал тех кто конечно деревья осветляет сейчас ниже вы это увидите а вон реакция его они хоть верят что режут в пользу ну что от этого что они верят но они все равно губят и я специально привел пример знаете когда вот эти же дамы да которые я выше упомянул да ложь мошенничество там это методинговизация это уже наука это вот их уровень да и вот они как раз калечили деревья учили калечить страшно я показывал настолько страшно что вообще вышло за все рамки да причем их не переубили что они не правы а когда их мы поправили с братом они что придумали а вы сами режете а другим не даете у них все в голове поперепуталась вот резать при пересадке при посадке это обязательно без этого и вот-вот ни один саженец не принялся ну как еще за советского власть агитировать а я же пишу реже а если у тебя саженец уже растет уже вот она попробовать с нуля на хрена его калечить сейчас мы посмотрим чему и так смотрите я пытался александр возинского и вам объяснять вот что надо бороться не железу потому что как только вы убедите что железа дурак раз это будет не согласны со мной на что-то из нас дурак но вы-то думаете что я так или не вежа или еще пострашнее вот значит а по а а их оставить с этой проблемой чтобы так вот ведь когда у нее ни один не то что не ладно бы умер жесткий климат россия морозы ладно бумер не принялся а в этом питомнике десятый сотый тысячный десятитысячный чек еще не принес а что дальше а гражданин возинский дальше то что чего толку от того что вы это они верят то что режут с пользой еще не режут а надо бы при хотя бы узнать где резать и где не резать а потом мы с вами вернемся к теме резать это очень важно а пока я вынужден ком грязи получил и сейчас я покажу на практике что такое а впереди ребята помните я говорю заводите питомники заводите и вы все будете связываться с такой проблемой которая вот я не с не все когда снимал фильм я потом поехал володе тотору волшебнику чеку к золотыми руками это невероятный человек да и сейчас надо с руками отрывать прям вытаскивать как этот самый морковку земли и институт любая зарплата любой зарплата в институтах нищенские ладно там гранты дать 10 миллионов 100 миллионов научи покажи посади перенеси свой сад вот что надо делать понимаете а мы живем раз этого никому голову не приходит мы живем ради наживы и вы кинули это 5 минут займет но без этого нельзя почему вот он ком грязи прям мне в морду смотрите я вначале переведу чтобы это не было так грустно ну как и все мы с вами будем разборки нет я начну с анекдота чтобы как-то чуть-чуть отпустила и так значит рабиновича задали это анекдот рабиновичу сказали значит мы вас назначим королем и вы будете самым богатым человеком в стране соглашайтесь вот он ведь не я еще буду богаче как ты еще будешь я вечером еще и шить буду и вы сейчас гражданин родинский который последние 37 лет не было ни одного ни одного выходного дня ни одного отпуска ни одной как называют эти ни одного курорта санатория ничего кроме работы вот я наживался теперь смотрите я наживался не один у меня есть возможность еще раз помнить поклониться нашим гением вот один из них боднар борис восемькович вот это предсмертная фотография он позвонил сказал константинович вот предсмертная подчеркну потому что сразу после нового дома приезжай забирай черенки я их не продаю я тебя отдаю вот я приехал я за ним заплатил 4000 рублей ему ему не хотел брать я 2000 оставил на тумбочки уходят тайком а потом еще 2000 его сына перед пересал на карточку и так гражданин как просто в адзинский вот этот товарищ боднар борисович нажился на черенка это не все значит очень сильно нажился чернобаев он мне я у него черенки я платил за каждый черенок будучи ну не перекусиком ну назовем его сообщиком ну как бы одна команда 50 рублей за каждый и таких черенков он не нарезал 400 штук так 450 и море все 20000 сейчас еще нарезанную течение оплачет 4 час ну да 400 штук 20 тысяч рублей вот этот человек да он художник вот сзади великолепный сад который тоже науки не нужен это супер сад он волшебник я не язык не пойнулся сказать а сколько я вам показывал картины на на даме же грамм а сколько он на картинах зарабатывал и тишина вот и вот он заработал так 400 умножаем на 50 20 тысяч рублей вот это еще один товарищ который калечил ради наживы вот это нажива больше это 2 пенсии 20 тысяч я не знаю не спрашивал неудобно никакая пенсия сколько и каком году он последнюю картину продал вот вот специально одна из картин понимаете прожил бы припевающий но у нас какие картины господи до картин ли вот это да из фотографий это форму просто это сам вот он нажился представляете александр он нажился 20 тысяч рублей тем посмотрим сколько мне осталось тотаров я тотар я нашел наконец-то я это у меня тысячи фильмов нашел чудом каким-то смотрите я сейчас беру а почему надо то ты вот это вот вы думаете это много посмотрите на эти цифры много это он умудрился не все из этого потому что выбирали мы тем самая выдающая сорта из этого еще это в догонку короче с 300 черенков он нарезал я ему вручил 15 тысяч рублей тоже 50 рублей 15 тысяч вот этот уникальный человек сейчас его ниже покажу этот уникальный человек ладно не они твоего я вот он у нас вот он вот сейчас я попрошу потом найти этот фильм как найти смотрите так вот он я не могу вам показывать стоит только нарушить стоит только это включить его и изображение вебинара и эти слова или как текст то есть ауди разойдется и все будет использовать поэтому вот мне задавали вопрос а что же это такое а я-то оказывается о нем фильм снимал шестнадцатом году сад был самом расцвете смотрите ответ есть я же думаете как ему поехал нарезать черенки мы с тобой сейчас заработать вот неизвестно что вот он питомник тоторого вы берете и вот так делаете набираете вид на пример яндексе в железо урожай 2016 знакомства садом питомником в а тоторого и смотрите сюда вот здесь эти самые вот это реклама чертова на тут лезет сейчас секунду она пройдет немножко испорчу вот так а теперь а теперь смотрите мы бы вы выйдете вот кусочки покажу вы будете ходить вместе с нами по этому саду и узнаете вот они вот они сливы то его поняли да я фактически отвечаю на ваш вопрос вот еще не все продано сейчас уже продали часть но не все еще пожалуйста кто успеет уже одного уже нету какого вы сейчас не собрали уже один сон полностью закончился так вот это про тоторого который заработал 15 тысяч рублей и стал миллионером еще не все пойдем дальше то есть все что я делаю это ради наживы а теперь самое интересное смотрите кто-то поговорили это помощница они работают за деньги почему вы представьте себе что такое шейный год 6 тысяч рублей в месяц мыло полы в этом магазине как спортивный какой-то еще 6 тысяч еще месяц разбогатела короче плюнула и стала мне помогать видите немножко помогают дети постоянно деньги на все хотят сами знаете теперь посмотрите на это самое вот сейчас я вам объясню 150 рублей стоит черенок несколько сортов стоит по 200 но там те которые 200 это такой феномен это такой феномен понимаете уже заработал новости премии только почему-то забывают ручей а а а теперь по 200 а вообще а 90 процентов даже 5 стоит 150 вы теперь давайте эти давайте это очень важный момент меня киналеком грязи ребята может вам это не интересно но давайте почему не интересно тотором что сказал он пробовал торговать черенками на рынке вот у него столько грязи накидали какими-то вениками торгует представляете и он вынужден прекратить хорошо что я сейчас что на мне на нас с вами хотя бы пятнадцать тысяч заработал да дальше он стоит с саженцами то же самое невозможно продать потому что вы попробовали почему не стоит сергей на рынке я не стою на рынке уже бы давно бы у тебя постарше я уже давно бы был бы это на том свете или это самое лежал бы в больнице с приступом чего-нибудь а вот эти вот дети видите мы сейчас посмотрим сколько им достается 150 рублей 100 рублей 100 рублей достается 50 или 150 каждый достается черзабаеву или то-то рову остается 100 а 100 рублей пришло ладно тот товарищ вазитки он считает что я на них зарабатываю сильно вот отнимаем от этих денег каждый ребенок у меня ходит две секции а иначе него начиная с программирования кончая там танцами или этим сам почему ловить нечего мы живем в колонии в этой колонии как говорил наш сенатор в москве на заседании в этой самой верховного совета или как он там называется каждая из наших гигантских мировых как самая производство гигантский дает прибыль в местный хакасский бюджет как одна маленькая пивной заводик поняли и вот тут мы живем поэтому у нас получается как значит чтобы детей прокормить это само собой надо чтобы здоровались но еще надо чтобы у них что-то в заначке было знания какие-то особые способности вот мы их и развиваем если вы узнали сколько это стоит и вот у меня получается так от 150 рублей чистая прибыль остается 50 я через примерно недели две когда закончили этаж связан с теми двумя фильмами про про тоторова и про тоторова и про черновая у меня получится примерно я распродал тысячу то есть получается где-то тысячу веточек умножаем чистая прибыль 50 я уже убедилась надеюсь вот и того 50 тысяч три моих пенсии ну вот я спрошу может а это все требует 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 ну и те 50 они три пенсии это не мне достается извините вы уже убедились да вы калечьте ради наживы здесь единственное правдое слово к сожалению вы правы хотя бы в одном я действительно калечу не ради наживы ради жизни на земле но калечу и это страшно вот и мы все калечим иначе нам не выжить просто не выжить ни одному, ни другому, ни третьему садоводу вот ну че извинения не прошу только это уже не первый от вас камень бросил на меня вот пожалуйста больше нет а че я так говорю пожалуйста продолжайте вы мне даете возможность показать себя не с худшей стороны сказать ребята займитесь садоводством мы должны вытеснить эту сволочь которая у которой саженец не только не гибнет он еще и не вскоре он даже не приживается вот ради этого потому что таких детей в стране миллионные все едят отраву половина а половина вообще не знает что такое яблоки груши вообще не знает я себя ставил косточки самые ценные сцены вот поздний филипп его оставил этот самый супер 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 этот самый серафим вот весной ну как братцы садите вот Тимошенко заработал первые 3000 да Елена Александровна взяла выкупила у нее всю грядку на 3000 хотя это простенький сорта а вот она Елена Александровна вот лишний раз показать мне глаз отдыхает когда я смотрю верхнюю половину этой фотографии и нижнюю половину а в сумме это вообще феномен какой-то и вот когда вы сказали что они хоть дум они хоть верят что нет они хоть не знают что калечат и вот получилось так и сейчас коротко пробегимся это очень важно я не зря написал костлявая рука смерти опустилась на садоводство России с северной планеты вот это вот старое старое учебный перед посадкой саженца подрезают корни а после посадки укорачивают ветки вы представляете и не полениться нарисовать отрезать все всасывающие корешки это на полном серьезе это на полном серьезе вы понимаете что получается получается инвалид а потом с ним начинается работа уже с инвалидом и вот а потом вы поймете к чему я говорю там ниже будет интересная переписка даже можно сказать война уже я уже ни по чем я уже в стороне ну в чем смысл я утверждаю что все придуманы отрезания то-то-то-то темрязевки 9 видов веток придумали еще без корней еще только 9 видов веток которые мешают дереву раздеваться 9 видов вот для меня это предательство несусветное но почему они должны мне верить и тогда я придумал такую фразу это то же самое в одном случае это пальцы отрезать в другом случае всю кисть в третьем случае вот тут отрезать до самого а четвертом вообще так что и плеча нет вот и это не шутки я приучил себя и многих сравнивать обрезку дерева с обрезкой человека потому что такой же организм такие же сосудистые системы ее нельзя нигде прервать вообще единственная беда когда мы берем лопатую рубим корни чтобы пересадить вот это единственная беда тут все получается таким образом смотрим дальше вот это запомнили сравнение с человеком вот а потом видите этот другой снимок он тоже обошел кучу статей и в игре этих газетки начинал все с книги вот это южное садоводство это несколько фамилий Польша Прибалтика Украина Белоруссия фамилии не называют они 100-150 лет в гробу и пусть спокойно лежат вот ну рядом Германия я все говорю там про Голландию и Италию там зимой играет футбол наши когда-то тоже хватает идиотов вспоминайте среди нас много болельщиков в футболе скажите что не так а друзья ну молодежи плевать уже на этот футбол а мы старшего поколения всю жизнь мечтали стать чемпионами мира помните всю жизнь мечтали я так 20 лет мечтал стать свидетелем и вот они играли так называемый зимний футбол у них начинается чемпионат осенью входят в зиму зимой в середине зимы месяц у них каникулы потом февраль марта апрель они снова играют в футбол и какой-то из наших идиотов сказал так вот почему мы всегда прыгаем почему я люблю аналогии вот в чем дело вот почему мы всегда прыгаем в футбол вот почему иногда у нас футбол летний а у них зимний и однажды идиоты отыграв вторую половину лета сказали вот этот пол чемпионата есть засчитаем за чемпионат ручьи медали и начиная с октября ноября декабрь январь февраль марта апрель май мы будем а летом будет каникулы футбол переходим на зиму иначе иначе а они же у них мозгов то нет вот ну ладно там Украина была там играли там Динамо Киев Черноморье все понятно но дело то в том что вышли и начали мерзнуть пришлось продевать колготки теплые трусы чуть ли не фуфайки так а еще не было искусственных полей с подогревом и валил снег а они играли вот этот идиотизм и я почему-то подумал если это убедили вот теперь раз мы играем в такой футбол на границе зима и часто при минусовой температуре вот теперь там мы у них мозгов то нет что в Италии плюс 20 а у нас минус 10 вот это и все это я убедился одно если ты дурак то не важно где тебе удастся пройти сделать карьеру вот это вот это было футбол назвали зимний чемпионат играли с соплями играли с простуженными носами с легкими играли а здесь наши дураки перенесли это на север вот он сейчас отрезает эту веточку не веточку от центральной этот самый корень специально отрезает не ведая что здесь вот остается сколько тут сантиметров 20-30 что если взять воду не то что с неба упало а просто ну как бы сказать то ну в общем когда бывает сыровато там допустим каким-то образом отжать взять центрифугу и взять посмотреть содержание солей и содержание солей на глубине 1 метр 2 метра 3 метра 5 метров а потом вспомнить скольный учебник взяли два стакана учительница химии я для чего в школу-то ходил один стакан у нее замерз при нуле градусов а другое на щепотку соли он не замерз так что это там минералы соли там вот и вот эта вот дурь и ведь на полном серьезе по всей стране и с тех пор никто не сказал ребята наши предки ошиблись эти ребята эти авторы это Польша еще раз я же знаю этих авторов Украина Белоруссия Прибалтик фамилии не имею права говорить дураки не они там-то это нормально было а мы-то куда попали вот и наконец внимание единственный ученый дело в том что у нас с ними контакта не получается может потому что делиться славой не захотел Александр Юрьевич посредник меня выручил немытов я с ним дружу вот так вот и он еще и хорошо знаком с Лаулиным ну человек контактный вот интересующийся он лично был знаком с самим гением Бондаром Борисовичем много про него мне рассказывал а я вам рассказывал и вот еще раз смотрите внимательно это очень важно нам нужно ведь от этих куда-то надо деться ведь там ниже я вас готовлю к тому что там будет этого интересный рассказ не рассказ а можно сказать война вот но я к этому готовлю почему потому что что пишет наш общий друг здравствуйте урек сегодня общался с известным вам Ваулиным Александром Юрьевичем у нас сейчас мороза до минус 38 тревожно засад Александр Юрьевич сказал что не переживает только за ваши абрикосы за мои это он у него такие сенцы покупал вот такие вот для 12 плоды по прежнему вкусные это с под этого с под моего этого патриарха мотайте нос ребята вот генеративные почки выдержали прошлые годы минус 38 цветочные цветочные а где вы видели чтобы про абрикосы написали про минус 38 где когда вспоминайте 25 28 пропускаем урожай на 10 градусов на отношении в среднем в районе 40 килограмм цветки выдержали возврат на заморозке минус 7 феноменально сенцы ни разу начинается технология железа сенцы ни разу не поливались не обрабатывались от болезни вредителей заметьте это уже не я а эти девчата темирязевцы это ваш брат какой брат он старше вас и это самое и у него должность последняя была исполняющая обязательность директора мятского института это вам не шутки вы ему вот это напишите что мне про это самое про мошенничество и как там еще слово было лоши мошенничество что вырастут эти самые жердели а ему это напишите итак сеянцы ни разу не поливались ребята мотайте на ус это учеба не обрабатывались от болезни вредителей только пропалывались мне вот это смутило слово пропалывались может быть пока они были сеянцы то есть вот такими там да их может забить трава вот на тот момент защитных полос нет местность открытая сказал что абрикосом помогает выживать мощная корневая система хайвы которая до сих пор вот это же рисунок подло я вам показывал нескольких изданий вот это печатает даже мозги не включая еще раз сказал что абрикосом помогает выживать мощная корневая система центральный корень качает с большой глубины своеобразной антифриз для выживания морозный период видите мое слово антифриз пошло в народ выразил надежду что это поможет пережить и нынешнюю зиму передает вам большой привет и благодарность за ваш труд ну спасибо хоть так ну а я с большой радостью доношу все до вас понравилось вам что-то из моей книжки три раза я цитировал интересные главы вашей книги так теперь центральный корень понятный мощный корневая семья понятный это самое не обрабатывались не поливались вот вот это вот а теперь самое интересное начался по порядку вот эта соседка которая колесит дерево прямо летом как я кричал за забор ну пожалуйста прекратите прекрасная груша нет осветляет вы понимаете как бита в голову а сейчас поймете к чему сейчас самое интересное впереди вот это я просто взял смотрите техника обрезки веток первое второе неправильно в новом садоводстве неправильно будет не первое второе а вот это вот якобы безобидная рана нет в новом садоводстве правильно будет вот это у меня сотни наблюдений так так и так вот это правильно и рано или поздно к этому придет и даже наука но тогда когда нынешние студенты а чем студенты теми разговаривали чертовой мать помните студент давал анонимно боялся что выгонит его жалко жалко академии но он должен прятаться под капюшоном дожили в какой стране живем оккупированы что ли вот это один из примеров вот это второй пример ну как можно вообще зачем скажите мне вот им термяши с головы а потом ниже поймете к чему к чему обязательно нужно взять отрезок причем отрезать толстенную ветку толстенную да оставить тоненькую и как бы вы не хотели хоть так хоть так я не слепой я вижу четыре огромные раны по сравнению с диаметром этой ветки мороз сюда попадает так замораживает вот эти вот самые сосудики которые вот тут даже вот тут вот тут замораживает понимаете замораживает даже не надо вникать какая правильно какая четыре идиотских рисунка четыре страшных раны а тут раны хорошо зарастают ни одной вы понимаете мне уже надо это самое сколько мне это я уже перекрестился ни одной не заживает вообще в Сибири то точно север России не заживает Урал не заживает Дальний Восток не заживает еще раз ребята которые это пропагандировали они жили там где футбол играет в зимний чемпионат я специально сделал аналогию с футболом потому что наши дураки придумали перейти на зимний футбол вот теперь мы золотые медали завоевали представляете зимний чемпионат начинали поверите нет а сказать когда ноябре играли ноябрь декабрь потом новогодние каникулы а потом снова вот этот идиотизм они решили что название поменял мы станем чемпионом и вот эти тоже ни одна рана не замерзает ну уже за ним еще раз посмотрите распорка запоминайте если от природы она вот так растет и она и должна так расти на дереве их сотни сотни распорок глупость ну хорошо кто-то собрался с силами и целый день распорки распорки потому что особенно груши они растут вот так там уже сотни распорок чтобы вот так но стоит только вот так сделать хорошо что когда вот распор он все-таки оставил как бы схематично как бы пунктирно оставил старое положение потому что вот эти почки опять тащут расти вот так и опять вернут сюда работа глупая ненужная бесполезная которая только мешает дереву для чего вот эти распорки придумали да только для того чтобы вот такими путями идиотскими вот этими схемами получился целая книга поняли только для этого вот пожалуйста я уже эту тему додумаю почему впереди та самая разборка я уже правда не участник вот интригую 5 важных правил обрезки представляете важно сделать правильно скажите вот ему показалось что вот это вот здесь лишняя ветка страшная рана ради чего ты это делала и обязательно в сентябре а знаете почему потому что эта публикация вышла в сентябре понимаете в сентябре 21 сентября 20 года я делал это снимок из прямо на камеру на фотоаппарат в сентябре в сентябре появился повод калеча деревья приучая людей к легкомысленному отношению потому что вот это рано безобидно и вот таких их сотни я смотрю я смотрю у меня давление скачет как ключ этот самый яндекс все там на мою публикацию сотня вот таких вот а потом я смотрю за карьерой вот этой поливкиной почему у нее так получается когда я первый раз увидел у нее было 900 тысяч просмотров 900 тысяч сейчас у нее гигантская цифра и почти каждый потом пишет в комментариях спасибо а мы не знали 1800 или 690 еще в 16-м году а вот это я же смотрите делаю это все свежее она продолжается бесконечно она взяла из интернета вот это вот обрезка плодовых деревьев для начинающих просто лес дремучий обрезать не обрезать смотрите я вам сейчас специально покажу она уже про меня знала наверняка потому что я один на всю страну воюю обрезать не обрезать фруктовые деревья мнения разделились в классическом садоводстве однозначно обрезка нужна вот она представляет классическое садоводство она абсолютно неграмотная у нее нет ни одного своего фотографий все же интернета надерганы но последнее время появились новой теории основа ну и так далее вот эта новая теория то есть она для чего количество просмотра увеличилось скоро будет 2 миллиона а она будет доказывать что вот это обязательно как этому дереву это примерно как вот так вот по плечу как железа говорит поймете почему впереди разборка вот так вот отрезан ей это не вдомек им просто нужно просмотрить деньги деньги лайки 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 понимаете 31 тысяча лайков только вот в этот момент вот звера дети серебря это у меня наболело поняли появились новая теория это то что я это хоть и по морде от меня получил от этого сама не изменилась это лишний раз напомнить в этом дереве 30 лет моя самая старая груша вот это вот часть груши практически симбионта защита от мороза это имеют все деревья в лесах с северной стороны старые деревья это есть норма если заставляют бедных садоводов брать эту щетку по металлу а еще хуже скребки и вот эти типа шпателя это ужас и вот это все сдирать осталось только лесников заставить вот эти деревья старые на которые вот так обросли тоже заставить сдирать там почему-то этого не делать никто ну какой идиот придумал в саду это дело ладно еще не дошел до этого а так готовились одно ну вот раз смотри представляете еще один идиот что тебе дерево-то надо росло уже не молодое что же за красота такая зачем дерево вот это вот херня я уже называю ее не просто каким-нибудь там как бы это назвать не просто каким-нибудь там прикорневым там кругом нет херня настоящий чтобы гнило вот это все основание штамба сколько я вам такие подоград покажу хорошо сказал это черномырде мне сейчас руки почешите в другом месте то вот то